Начнём сначала с Нагорного Карабаха и кого поддерживать. Вы сказали о том, что у России всегда были особые связи с Арменией, но у нас всегда были особые связи и с Азербайджаном. В России проживает более двух миллионов армян и около двух миллионов азербайджанцев. Это не только те люди, которые приехали на временные заработки, но и те, которые здесь живут практически постоянно. Миллиарды долларов, миллиарды они направляют на поддержку своих семей, работая в России. У всех этих людей очень устойчивые, близкие связи с Россией на гуманитарном уровне, межличностные, деловые, гуманитарные, семейные. Поэтому для нас и Армения, и Азербайджан равные партнёры. И для нас огромная трагедия, когда там гибнут люди. Мы хотим выстраивать полноценные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном. Да, есть элементы, причём в каждом случае, в выстраивании отношений с каждой из этих стран, есть нечто такое, что отличает наши отношения с другим партнёром. Ну, с Арменией это христианство. Но у нас есть очень тесные связи с Азербайджаном и по другим направлениям. Что касается религиозной составляющей, я хочу обратить ваше внимание, что почти 15% населения Российской Федерации исповедуют ислам. И в этом смысле. И даже в этом смысле Азербайджан чужая для нас страна. Но чего мы точно не можем забывать, это то, что происходило в судьбе... Если драка неизбежна, бить надо первым. 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 Всё это в комплексе мы должны учитывать. В то же время мы понимаем, что такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана страной утрачена, не может продолжаться вечно. На протяжении многих-многих лет мы предлагали самые разные варианты урегулирования этого кризиса для того, чтобы стабилизировать ситуацию на длительную историческую перспективу. Я сейчас не буду вдаваться подробностей, но, поверьте мне, это была напряжённая работа по сближению позиций. В какие-то моменты казалось, что ещё чуть-чуть, ещё немного, ещё один шаг, и мы найдём решение. К сожалению, этого не произошло, и сегодня мы имеем конфликт в самом худшем его варианте. И трагедия заключается в том, что люди гибнут. Знаете, много потерь с обеих сторон. По нашим данным, с обеих сторон более двух тысяч погибших уже, с одной стороны и с другой. Значит, общее число погибших приближается уже к пяти тысячам. Мне бы очень хотелось, чтобы этот компромисс был найден. Как вы знаете, я в очень тесном контакте нахожусь и с президентом Алиевым, и с премьер-министром Пашиняном. В день, по несколько раз говорю с ними по телефону, по несколько раз в день. Наши министры иностранных дел, министры обороны, руководители спецтужб находятся в постоянном контакте. В контакте.